Ударные, стирающие и сортирующие машины. Назначение и место в машинно-аппаратурной схеме. Вымыльная машина 1БВГ, виброцентров угол Р1БЦА, энтолейтор Р1БР, деташер А1БДГ, просеивающая машина А1БРК, устройство, принцип действия, настройка, технические характеристики. В результате вымыла получаются две фракции, сходовая и проходовая. Рабочий процесс в машинах. Пять типов рассматриваемых машин объединены принципиально. Технологическая эффективность машин характеризуется увеличением Эффективность работы деташера состоит Приемно-питающее устройство состоит из Бичевой ротор состоит из четырех розеток Для обеспечения нормального технологического процесса и Ротор представляет собой консольно закрепленный вал При работе машины на холостом ходу проверяют Оперативное регулирование под нагрузкой заключается в изменении Измельчение – один из древнейших технологических процессов Широко применяемый в различных отраслях промышленности В связи с этим многие стороны этого процесса обстоятельно изучены Причем выработаны общие положения Одним из важнейших положений является следующее Практически никогда не следует стремиться провести измельчение в один прием От крупной фракции до мелкой Особенно если первоначальный и конечные размеры измельчаемых предметов Значительно отличаются друг от друга Измельчать лучше в несколько приемов С обязательным выделением фракции нужного размера После каждого измельчения Если пренебречь этим положением и проводить однократное измельчение То в большинстве случаев можно ожидать переизмельчения части материала Увеличение длительности процесса Так как мелкие частицы могут сыграть роль буфера Между измельчающим органом машины и материалом И кроме того, может возрасти расход энергии на измельчение Так как часть ее будет расходоваться на переизмельчение На преодоление буферного сопротивления мелкой фракции Картофель, как правило, измельчается в два приема При переработке как зерна, так и картофеля Между измельчениями продукт обязательно подвергается сетованию Для выделения освободившегося крахмала Таким образом выполняется и требование вывести из процесса После каждой ступени измельчения мелкую фракцию Ознакомиться с оборудованием для сетования Как с подвижной, так и с неподвижной рабочей поверхностью Вы можете, пройдя по ссылке в описании Существует 9 принципиально различных механических способов измельчения Зернового сырья и картофеля Раздавливание, размалывание, раскалывание, распиливание, разрезание, истирание, стесненный удар, свободный удар, разрывание Кроме этих способов в чистом виде на практике применяются смешанные Раздавливание с истиранием и так далее Способ измельчения выбирают в зависимости от свойств измельчаемого тела Требования технологий, таких, например, как размер измельченной фракции А также исходя из энергетических затрат И так далее Назначение и место в машинно-аппаратурной схеме На различных этапах производства муки Наряду с основным измельчающим и сортирующим оборудованием Применяют вспомогательные машины иного принципа действия Повышающие эффективность основной технологической операции В комплекте оборудования размольного отделения мукомольного завода Такими машинами являются Вымольная машина А1БВГ Виброцентрифугал Р3БЦА Энтолейтер Р3БР Деташер А1БДГ И просеивающая машина А1БПК Как правило Вспомогательные ударно-истирающие и сортирующие машины Устанавливают непосредственно после основных Вальцовых станков, рассевов Функционально они связаны с последующими технологическими операциями На заключительном этапе драного процесса Выделяют продукты измельчения Которые содержат основное количество оболочек И остатки сросшихся с ними частиц эндосперма Эта неоднородная смесь получается сходом с верхних сит Рассевов Последних тряных систем Частицы эндосперма от оболочек Вымол Отделяют в вымольной машине А1БВГ В результате вымола получаются две фракции Сходовая отруби И проходовая трудно-сыпучая влажная смесь Содержащая муку Эту фракцию подвергают обработке в машине ударно-истирающего действия Виброцентрофугали Р3БЦА В размольном процессе, где получают основное количество муки 58-60% применяют двухступенчатое измельчение Основное в вальцовых станках И дополнительное в энтолейтерах Р3БР или деташерах А1БДГ Причем энтолейтеры, имеющие высокую окружную скорость ротора Применяют для дополнительного измельчения продуктов высшего качества С относительно малым содержанием оболочечных частиц Поэтому в результате интенсивного измельчения продуктов После первой, второй и третьей размольных систем В энтолейтерах практически не происходит изменение зольности муки На последующих размольных системах, где установлены вальцы С микро-шероховатой поверхностью Наблюдается тенденция агрегатирования Сплющивание частиц более высокой зольности и большей влажности Для разрушения образовавшихся после вальцов Так называемых лепешек Устанавливают деташеры А1БДГ С более низкой, чем у энтолейтеров Окружной скоростью В этом случае не преследуется цель интенсивного измельчения частиц Что привело бы к повышению зольности Мука в отделении готовой продукции Подвергается контрольному просеиванию в машине А1БПК Рабочий процесс в ударно-истирающих и сортирующих машинах Пять типов рассматриваемых машин объединены принципиально сходным воздействием на обрабатываемый продукт И конструктивным составом рабочих органов Интенсивное, комплексное воздействие этих машин на продукты измельчения зерна В разной степени сочетает ударный, истирающий и сортирующий эффект Это достигается при различных параметрах вращения бичевого ротора Установленного в сплошной или перфорированной обичайке Конструктивное исполнение и параметры рабочих органов машин Соответствуют специфике выполняемых технологических операций Вымольная машина А1БВГ и виброцентрофугал Р3БЦА Сочетают ударно-истирающее воздействие бичей Различной интенсивности с процессом просеивания Ударное воздействие бичей в совокупности с трением между частицами И осетовую поверхность нарушает связь между оболочками и эндоспермом Способствуют измельчению частиц эндосперма При просеивании через осетовой цилиндр под действием центробежных сил инерции Возникающих от вращения ротора Продукты измельчения разделяются на две фракции Сходовую, содержащую относительно крупные частицы отрубей И проходовую, с большим содержанием эндосперма Для интенсификации просеивания трудно-сыпучего продукта И вывода муки в машине Р3БЦА Сетовой цилиндр приводится в высокочастотное колебательное движение Аналогичный процесс осуществляется в машине А1БПК Однако здесь по значимости превалирует процесс просеивания Основными механико-технологическими параметрами бичевых просеивающих машин Являются окружная скорость бичевого ротора и размер отверстий сит Важную роль играет нагрузка Продолжительность обработки продукта И степень использования ситовой поверхности В вымольных машинах определяющим процессом является измельчение Для них окружная скорость ротора составляет 22-24 метра в секунду А в машинах, где основной операцией является просеивание Р3БЦА, А1БПК Она не превышает 10-11 метров в секунду Энтолейтеры и деташеры являются машинами ударно-центробежного действия В них происходит дополнительное измельчение в энтолейтере И дезинтеграция в деташере продуктов измельчения после вальцовых станков Роторы этих машин установлены в сплошных неподвижных цилиндрических обечайках Учитывая, что при измельчении высококачественных продуктов в энтолейтерах Преследуется цель повысить извлечение муки Окружная скорость ротора достигает 67 метров в секунду При обработке продуктов в деташере с целью разрушения лепешек Обеспечивается более мягкий режим Окружная скорость не превышает 11 метров в секунду Что предотвращает чрезмерное измельчение и повышение зольности муки Наряду с общими для всех машин показателями оценки работы Производительностью и энергоемкостью В соответствии с выполняемой технологической операцией По-разному оценивается эффективность каждой машины Технологическая эффективность машин А1БВГ и Р3БЦА Характеризуется увеличением зольности сходовой фракции И уменьшением проходовой сравнительно с исходными показателями А также дополнительным извлечением муки Режим работы обеих машин должен обеспечивать суммарное извлечение муки В количестве от 2 до 6% к массе продукта, поступающего на первую дроную систему Технологическую эффективность энтолейтеров оценивают дополнительным извлечением муки Которое должно быть не менее 15% к системе Расход электроэнергии на 1 тонну муки, извлеченную в энтолейтере, составляет до 10 кВт в час Эффективность работы деташера состоит в изменении гранулометрического состава продуктов измельчения И соответственно в дополнительном извлечении муки до 15-20% После обработки в деташерах агрегатированные частицы разрушаются до размеров дунста и муки Без этой операции крупные агломераты пошли бы с ходом с сид, что привело бы к необходимости их повторной обработки в вальцовых станках Таким образом деташеры способствуют снижению оборота продукта Расход электроэнергии на 1 тонну извлеченной деташером муки составляет от 7 до 10 кВт в час Эффективность работы просеивающей машины А1БПК не нормируется, так как она предназначена для выделения из готовой муки случайных примесей Вымольная машина А1БВГ предназначена для отделения частиц эндосперма от оболочек сходовых фракций дранных систем При переработке зерна пшеницы в сортовую муку И применяется на мукомольных заводах с механическим и пневматическим транспортом Вымольная машина состоит из следующих основных узлов Корпуса, приемно-питающего устройства, бичевого ротора, сетового полуцилиндра, привода, выпускных устройств, подставки В корпусе сварной конструкции установлены основные рабочие органы вымольной машины На боковой стороне корпуса установлены съемные дверки 12, которые фиксируют ручными зажимами Торцевые части корпуса закрыты крышками Приемно-питающее устройство состоит из приемного патрука 8 Выполненного в виде прозрачной смотровой вставки с двумя фланцами и приемной камеры 7 В ней установлены спаренные клапаны 9, которые распределяют продукт по всей длине рабочей зоны Положение клапанов указано на шкале, установленной на передней стенке приемной камеры Бичевой ротор состоит из четырех розеток 5, насаженных на горизонтальный вал 4, вращающийся в подшипниковых опорах К розеткам болтами прикреплены четыре продольных бича 6 Длина бичей 1000 мм, а ширина 70 мм Бичи повернутые относительно осевала на 14 градусов А угол атаки гонков составляет около 6 градусов Бичевой ротор установлен в цилиндрической зоне, ограниченной сетовым полуцилиндром Он изготовлен из перфорированного нержавеющего стального полотна толщиной 0,8 мм с круглыми отверстиями В верхней части полуцилиндр сопрягается со сплошной обечайкой В зависимости от крупности обрабатываемого продукта применяют три вида сит с отверстиями диаметром 0,75, 1 и 1,25 мм Сита крепится стальными накладками к каркасу, состоящему из четырех дюралевых полудух и трех продольных стальных соединительных планок Крепление сетового полуцилиндра к корпусу бичевой машины осуществляется 10 подпружиненными зажимами Привод ротора осуществляется от электродвигателя 11 через клино-ременную передачу Электродвигатель установлен на подмоторной раме, шарнирно закрепленной на подставке Натяжение ремней осуществляется вращением болта Выпускные устройства выполнены в виде патрубка 2 для сходовой фракции отрубей И конуса 14 для проходовой фракции частиц эндосперма Подставка 1 сварной конструкции предназначена для установки корпуса 3 машины и привода Для обеспечения нормального технологического процесса и обеспыливания машины предусмотрено два варианта аспирации С верхним и нижним отсосом воздуха Для организованного подвода воздуха в верхней части боковой стенки корпуса по всей его длине предусмотрено отверстие Технологический процесс в машине 1 БВГ осуществляется следующим образом Продукт через приемный патрубок 8 поступает в приемную камеру 7 и затем в рабочую зону Здесь вращающиеся бичи подхватывают продукт и отбрасывают его к поверхности цилиндрического сита Частицы эндосперма отделяются от отрубей, просеиваются через сито и выводятся из машины через конус 14 Благодаря отогнутым гонкам и наклону бичей относительно оси вала сходовая фракция отрубе Продвигается в осевом направлении и выводится через выпускной патрубок При настройке машины на холостом ходу проверяют частоту 415 оборотов в минуту и направление вращения бичевого ротора Против часовой стрелки со стороны привода Температура нагрева подшипников не более 60 градусов Цельсия Натяжение клиноременной передачи, затяжку болтовых соединений, наличие и качество смазки в корпусах подшипников, крепление сита, плавность вращения бичевого ротора от руки При наличии радиального биения бичей свыше 0,25 мм производится динамическая балансировка ротора В рабочем режиме следует производить пуск и остановку машины без нагрузки Производительность машины и время обработки исходного продукта в рабочей зоне регулируют поворотом оси одного из спаренных клапанов приемной камеры Если мучнистые частицы, проходовая фракция, становятся темными по цвету, а отруби практически не содержат частиц энтосперма Необходимо несколько уменьшить время обработки Затем проверить результат регулировки Если отруби и мучнистые частицы становятся слишком светлыми, следует увеличить время обработки, соответствующим образом установив клапаны Для контроля угла поворота спаренных клапанов на лицевой стороне приемной камеры установлена шкала Расход воздуха на аспирацию машины регулируют дроссельными клапанами, установленными во всасывающих воздуховодах Отличительные особенности вымольной машины А1БВГ состоят в том, что сетовая часть выполнена в виде полуцилиндра Наклон бичей и гонков обеспечивает наряду с вращательным осевое движение продукта от приема к выходу Управление спаренными клапанами позволяет оперативно изменять время обработки исходного продукта И соответственно эффективность и производительность машины По данным производственных испытаний вымольной машины при зольности исходного продукта 6,08% Зольность сходовой фракции составляет 6,72% А проходовой 1,9% Дополнительное извлечение муки составляет в пределах от 6 до 9% Технические характеристики вымольной машины А1БВГ представлены в таблице на слайде Виброцентрофугал R3BCA Виброцентрофугал состоит из следующих основных узлов Бичевого ротора, вибратора, траверсы, корпуса, сетового цилиндра и станины Ротор представляет собой консольно закрепленный в подшипниках вал 2 На котором установлены розетки 14 с продольными бичами 15 Вращение вала ротора осуществляется от электродвигателя 4 через клиноременную передачу 3 Электродвигатель установлен на кронштейне, связанном со станиной 8 Вибратор 5 состоит из эксцентрикового вала и гильзы, закрепленной на нем в подшипниках Эксцентриковый вал приводится во вращение от электродвигателя 4 через клиноременную передачу Траверса 11 одним концом закреплена на гильзе вибратора и совершает с ней колебательное движение А другим концом на оси 12 Корпус 6 машины сварной конструкции имеет два люка со съемными крышками В нем установлены основные рабочие органы машины Сетовой цилиндр 13 выполнен из натянутой на обруче 16 капроновой ткани Продукт в него поступает через приемный патрубок 1 Станина 8 состоит из опорной рамы, на которой с помощью амортизаторов 9 Установлены корпус 6 и электродвигатель 4 Машина аспирируется через самотечную трубу для сходовой фракции Трубу присоединяют к пневмоприемнику Технологический процесс протекает следующим образом Поступающий через приемный патрубок продукт подхватывают вращающиеся бичи И многократно отбрасывают его к поверхности ситового цилиндра Частицы муки проходят через отверстия сита и сбрасываются с него в результате высокочастотных колебаний ситового цилиндра Создаваемых вибратором 5 Далее частицы проходовой фракции, попадая на стенки корпуса, стекают с них к выпускному конусу 7 Сходовая фракция проходит по ситовому цилиндру к выпускному патрубку 10 И посредством вибрации удаляется из машины При работе машины на холостом ходу проверяют Частоту и направление вращения ротора, которое должно соответствовать положению указательной стрелки, закрепленной на корпусе Плавность вращения ротора от руки Температуру нагрева подшипников и вибратора не более 60 градусов Цельсия Затяжку резьбовых соединений Наличие и качество смазки в подшипниковых узлах Натяжение ткани сита Опорные обручи 16 внутри ситового цилиндра должны опираться на колеблющиеся траверсы Производительность виброцентров угала зависит от скорости вращения ротора Которая изменяется при смене шкивов на электродвигателе А также от зазора между кромкой бичей и ситовой поверхностью Изменение зазора достигается передвижкой бичей в радиальном направлении в пределах 12-13 мм Эффективность работы машины оценивают с сопоставлением зольности исходного продукта и полученных фракций Соотношение проходовой и сходовой фракций от 1,0 до 1,3 Зольность сходовой фракции в 2,5-2,8 раза выше, чем проходовой Отличительные особенности машины заключаются в следующем Высокочастотные колебания ситового цилиндра активизируют просеивание и транспортирование трудной сопоставлением фракции А также обеспечивают самоочистку отверстий сит Технические характеристики виброцентров угала R3BCA представлены в таблице на слайде Энтолейтер R3BR предназначен для дополнительного измельчения крупок и дунстов После вальцовых станков с шероховатыми вальцами 1, 2 и 3 размольных систем Энтолейтер представляет собой цельнометаллическую конструкцию и состоит из следующих основных узлов Ротора, корпуса, приемного и выпускного патрубков, привода Ротор, который состоит из двух стальных дисков 4 диаметром 430 мм, расположен внутри корпуса Между дисками расположены два концентричных ряда втулок 3, по 20 штук в каждом ряду Диаметр втулок наружного ряда 14 мм, а внутреннего 10 мм Высота рабочей камеры ротора 35 мм Корпус 5 в форме улитки, изготовлен из серого чугуна В корпусе имеется выпускной патрубок 6 диаметром 80 мм для выхода измельченного продукта Сверху к корпусу при помощи болтов крепится стальная крышка 1, в центре которой установлен приемный патрубок 2 диаметром 120 мм В нижней части днища корпуса имеются три отверстия для очистки рабочей камеры от продукта Отверстия закрыты крышками, поворот которых осуществляется рукояткой Корпус с помощью трех стоек 8 подвешивается к потолочному перекрытию или крепится к полу На слайде представлен вариант установки на полу Привод энтолейтера осуществляется от фланцевого электродвигателя 7 Технологический процесс в энтолейтере проходит следующим образом Продукт после измельчения в вальцовом станке по гравитационному или пневмотранспортному трубопроводу поступает в приемный патрубок 2 интолейтера И попадает через отверстие в верхнем диске ротора в его рабочую камеру Под действием центробежных сил инерции и воздушного потока продукты размола зерна движутся от центра к периферии ротора Вследствие многократных ударов о втулке и корпус зернопродукты дополнительно измельчаются, а спрессованные комки разрушаются Измельченный продукт выводится через патрубок 6 и поступает в продуктопровод пневмотранспортной сети По данным испытаний энтолейтера, после вальцового станка второй размольной системы извлечение муки проход сито номер 43Ш составило 26% При настройке машины на холостом ходу проверяют направление вращения ротора по часовой стрелке со стороны приема Затяжку резьбовых соединений, наличие качества смазки в подшипниковом узле электродвигателя Герметичность подсоединения приемного и выпускного подрубков Оперативное регулирование под нагрузкой заключается в изменении подсоса воздуха на выхлопе энтолейтера при осевом смещении резиновой манжеты за счет открытия или закрытия продольных отверстий воздухопровода Техническая характеристика энтолейтера R3BR представлена в таблице на слайде Деташер А1 БДГ предназначен для измельчения промежуточных продуктов после вальцовых станков первой, второй шлифовочных и от четвертой до десятой размольных систем с микро шероховатой рабочей поверхностью вальцов Деташер состоит из следующих основных узлов Бичевого ротора, корпуса, приемных и выпускных патрубков, привода Бичевой ротор, основной рабочий орган деташера, выполнен в виде вала 7, на котором при помощи шпонок закреплены две розетки 9 На розетках жестко установлены 4 стальных бича 8 Каждый бич с рабочей стороны имеет 10 зубьев высотой 15 мм Два зуба из 10 прямые 8 отогнуты под углом 16 градусов в направлении движения продукта Расстояние между зубьями 6 мм Длина бича 380 мм Зазор нерегулируемый Между бичами ротора и корпусом деташера составляет от 4,8 до 5,6 мм Ротор вращается в шарикоподшипниках Цилиндрический корпус 1 сварной конструкции изготовлен из листовой стали Внутри корпуса по всей длине образующие приварены 6 пластин шириной 15 мм и толщиной 1,5 мм Пластины расположены по вершинам шестигранника, вписанного в цилиндрический корпус деташера В средней части корпуса с противоположных сторон подвешены на петлях две дверки 5 Для доступа к ротору или выпуска продукта из корпуса при необходимости С торцов к фланцам корпуса прикреплены две боковины 3, в которых смонтированы подшипниковые узлы Боковины деташера взаимозаменяемы и изготовлены с отгибами сверху и снизу для возможности крепления Для приема и вывода продукта имеются патрубки 2 и 6 диаметром 120 мм Которым с помощью специальных хомутов с зажимами присоединяются подводящий и отводящий самотеки Привод деташера от электродвигателя 4 через упругую муфту, выполненную из двух полумуфт с резиновым вкладышем Обеспечивающим компенсацию небольшой несоосности валов электродвигателя и ротора и передачу необходимого крутящего момента Муфта закрыта ограждением, электродвигатель установлен на небольшой сварной раме Технологический процесс обработки продукта в деташере осуществляется следующим образом После вальцового станка продукт самотеком или через систему пневмотранспорта направляют через приемный патрубок 2 в рабочую зону Здесь он подхватывается бичами 8 вращающегося ротора, отбрасывается к внутренней поверхности корпуса и постепенно перемещается к выпускному патрубку 6 Шесть приваренных к корпусу по всей его длине пластинок обеспечивают торможение продукта и усиливают его разрыхление Под воздействием наклонных участков косозубых бичей продукт перемещается к выходу На этом пути в результате многократных ударов и трения частиц о бичи и о бичайку происходит разрушение агломератов частиц По данному испытанию извлечение муки полученной при измельчении продукта в вальцовом станке первой шлифовочной системы и деташерах А1БДГ составляет 14-14,5% Зольность муки около 0,44% При настройке машины на холостом ходу проверяют Направление вращения ротора по часовой стрелке со стороны электродвигателя Наличие и качество смазки подшипниковых узлов, герметизацию всех соединений Машина не имеет оперативно регулируемых параметров, кроме нагрузки Техническая характеристика деташера А1БДГ представлена в таблице на слайде Просеивающие машины типа А1БПК Просеивающая машина А1БПК предназначена для контрольного просеивания муки с целью выделения из нее случайно попавших посторонних примесей Ее устанавливают перед выбоем муки в мешки или бестарным отпуском в отделении готовой продукции Просеивающую машину А1БПК используют для обработки мучных сметок в складах для хранения муки Машина А1БПК состоит из следующих основных узлов Двух просеивателей, приемных и выпускных патрубков, приводов и станины Каждый просеиватель состоит из сварного корпуса 8 Внутри которого установлен сетовой цилиндр 13 диаметром 400 мм Длиной 900 мм Изготовленный из сетового полотна с пробивными отверстиями диаметром от 2 до 5 мм Внутри цилиндра на двух подшипниковых опорах качения, закрепленных на торцевых стенках приемного 7 и выпускного 9 патрубков, вращается ротор Ротор состоит из горизонтального вала 15, двух розеток 12, на которых укреплены два продольных пластинчатых печа 11 и два очистителя 14 Приемный патрубок 7 изготовлен из листовой стали Он имеет фланец для присоединения питающего устройства и два спотровых окна Он прикреплен к корпусу болтами Бункер 1, предназначенный для очищенного продукта, муки, изготовлен из листовой стали и имеет два фланца Верхний для соединения с корпусом 8 просеивателя и нижний для присоединения к фланцу шлюзового питателя Выпускной патрубок 9 для вывода случайных примесей выполнен в виде улитки Привод каждого просеивателя включает электродвигатель 3, клиноременную передачу 6, натяжное устройство 4 и размещается со стороны приема Электродвигатель и натяжное устройство смонтированы на кронштейне 5 приемного патрубка просеивателя Станина 2 изготовлена из листовой стали толщиной 6 мм И состоит из верхнего прямоугольного основания корытообразной формы и четырех опорных стоек из уголкового гнутого профиля К основанию станины крепят просеиватели с индивидуальными электроприводами В основании станины имеются окна для вывода очищенного продукта и для присоединения к системе аспирации Технологический процесс в машинах А1БПК происходит следующим образом Мука равномерно поступает внутрь сетового цилиндра просеивателя через приемный патрубок 7 Продольные бичи 11 и очистители 14 вращающегося ротора захватывают ее и отбрасывают на поверхность сетового цилиндра 13 Через окно в станине мука попадает в бункер сборник 1 и выводится из него через шлюзовый питатель аэрозоль транспорта Случайно попавшие в муку посторонние примеси, идущие с ходом с сетового цилиндра, выводятся через выпускной патрубок 9 просеивателя и накапливаются в специальной таре При настройке машин типа А1БПК на холостом ходу проверяют направление и частоту вращения ротора Натяжение приводных ремней, затяжку резьбовых соединений, наличие и качество смазки в подшипниковых узлах ротора и электродвигателя Состояние сетового цилиндра, положение очистителей и бичей При работе машины под нагрузкой контролируют равномерность подачи продукта в машину, не допуская ее перегрузки И попадание муки в отходы проверяют четкость срабатывания сигнализатора уровня муки в бункере сборники Техническая характеристика просеивающих машин типа А1БПК представлена в таблице на слайде Молотковая дробилка ДМ Конструктивное устройство дробилки ДМ производительностью 2 тонны в час представлено на слайде На раме 1, прикрепленный болтами к фундаменту, установлен чугунный корпус 2 дробилки В корпусе вращается ротор 3, вал которого опирается на 2 роликовых подшипника 5 и 6 Ротор дробилки эластичный пальцевой муфты 7 соединен с электродвигателем 8 На валу ротора посажены на шпонке диски 9, к которым на продольных круглых стержнях свободно крепятся рабочие бичи 10 Внутри корпуса смонтированы на осях деки 11 и 12 Каждую деку можно поворачивать вокруг оси и ориентировать в заданном положении, меняя щелевой зазор между декой и ротором дробилки В корпусе установлена сменяемая сита 14, закрепляемая двумя стальными лентами 15 Пространство между правой верхней крышкой 13 и декой 12 предназначено для улавливания случайно попадающих зерном посторонних твердых предметов Камней, металла и других Поворачивая с помощью винта деку 12 вокруг оси, можно регулировать улавливание по массе посторонних предметов в ловушку В крышке предусмотрена дверка для удаления уловленных примесей Сверху на корпусе дробилки установлен промежуточный бункер 16, внутри которого установлена на оси площадка 17 с регулируемым наклоном По которой зерно ссыпается внутрь дробилки У нижней кромки площадки размещен магнитный сепаратор 18 для улавливания металлических примесей Для удаления скопившихся примесей сбоку имеется дверка На промежуточном бункере смонтирован приемный бункер 19 для зерна с инерционным питателем 20 Привод питателя осуществляется от самостоятельного электродвигателя 21 через клиноременную передачу, от шкива которой вращается вал 22 с эксцентриком Для регулирования количества подаваемого зерна имеется заслонка 23, который с помощью привода 24 меняет высоту щели для прохода зерна Производительность дробилки регулируется заслонкой, установленной на питателе А степень измельчения зерна путем подбора сит с отверстиями большего или меньшего диаметра Дробилки могут поставляться с сменными ситами с диаметром отверстий 3, 5 и 8 мм А также с чешуйчатыми ситами с шириной зева 2 мм Конструкция дробилки предусматривает установку пневмоприемника для работы системой пневмотранспорта Техническая характеристика молотковой дробилки ДМ представлена на слайде Молотковая дробилка ДДМ предназначена для измельчения пленчатых злаковых культур, жмыхов и других продуктов с аналогичными физико-техническими свойствами Принцип работы и конструкции ее аналогичен дробилке ДМ, рассмотренной ранее Особенностями дробилки ДДМ являются наличие специального автоматического устройства для загрузки дробилки продуктом Отсутствие промежуточного бункера и встроенного в него магнитного сепаратора Несколько иное расположение верхней деки 18 Большие габариты ротора и большее количество рабочих бичей Количество поступающего зерна в дробилку регулируется путем изменения положения заслонки 13 Вручную вращением маховика 9 или автоматически Посредством исполнительного механизма муфты 5, винта 7, перемещающего гайку, а вместе с ней и вилку 8 Которая жестко связана с осью заслонки 13 Автоматическое регулирование подачи продукта обеспечивает стабильный режим работы дробилки Ее безаварийность при различных физико-механических свойствах измельчаемого продукта Регулятор устанавливают на заданную нагрузку электродвигателя дробилки При отклонении силовой нагрузки электродвигателя от заданной регулятор автоматически воздействует на регулирующую заслонку питателя в сторону увеличения или уменьшения ее открытия Тем самым изменяет подачу зерна в дробилку и приводит нагрузку электродвигателя к заданной Изменяя расположение дек 18 и 22 по отношению к ротору дробилки достигают более тонкого дробления продукта и отбрасывания посторонних твердых включений в карман между декой 22 и правой крышкой дробилки Однако регулирование степени дробления достигается в основном подбором сит с соответствующим живым сечением Дробилка может поставляться с набором сменных сит Перфорированных с отверстиями диаметром 3,5 и 8 мм и чешуйчатых с шириной зева 1,5 и 2,5 мм Чешуйчатые сита позволяют получить более тонкий помол, особенно у пленчатых злаковых культур Техническая характеристика дробилки ДДМ представлена на слайде Кроме дробилок ДМ и ДДМ, для измельчения зерна из лаковых пленчатых культур изготавливают молотковые реверсивные дробилки Полноценная работа этих дробилок возможна при вращении ротора как по часовой, так и против часовой стрелки На слайде представлена дробилка А1 ДДР В корпусе 1 вращается ротор 2, на валу которого посажены диски 3 Между дисками на стяжных болтах 4 шарнирно подвешено по два измельчающих молотка бича 5 По окружности дисков размещено 8 рядов молотков, всего 98 штук Ротор соединен с приводным электродвигателем В откидных крышках 7, их 2, на осях шарнирно подвешены деки 8 В рабочем положении деки 8 прижимаются к направляющей сита 9 А при смене сита 10 отводится в стороны Пространство между декой и крышкой служит ловушкой, в которую попадают тяжелые инородные примеси, выбрасываемые из размалываемого зерна молотками дробилки Прижимаются к направляющей сита 9, а при смене сита 10 отводится в стороны В верхней части корпуса размещена перекидная заслонка 12, с помощью которой зерно поступает в ту или другую сторону дробилки в зависимости от направления вращения ротора Подача зерна и регулирование производительности реверсивной дробилки осуществляется так же, как и в молотковой дробилке ДДМ, рассмотренной ранее Для более равномерного поступления зерна в рабочую зону дробилки в корпусе питателя установлен потрясковый механизм с эксцентриковым колебателем Потрясковый механизм приводится в движение от самостоятельного электродвигателя 16 При износе рабочих поверхностей молотков изменяют направление вращения ротора И таким образом в работу включаются неизношенные поверхности Направление вращения ротора изменяется очень просто В магнитном пускателе меняют местами два провода, подводящие электропитание Для уменьшения времени торможения ротора при выключении электродвигателя на его валу имеется колодочный тормоз Дробилка вместе с электродвигателем смонтирована на основании 17 Крепление 18 основания к бетонному фундаменту выполняется с применением вибропоглощающих резиновых прокладок При работе в режиме с полной нагрузкой исправные дробилки создают уровень звукового давления не превышающий 80 дБ При монтаже дробилки устанавливают на коробке подвода зерна к питателю магнитный сепаратор для улавливания металлических примесей К расширительной камере на выходе измельченного продукта присоединяют взрыворазрядные трубы Помещение, в котором устанавливают дробилку, должно вентилироваться Реверсивные дробилки позволяют снизить затраты труда на замену изношенных рабочих поверхностей молотков и увеличить коэффициент их использования Технические характеристики реверсивных дробилок представлены на слайде Дезинтеграторы и дизмембраторы Продукт в машинах дезинтеграторного типа измельчается благодаря ударному воздействию на него цилиндрических и металлических штифтов Движущихся по круговым траекториям со скоростью до 150 метров в секунду и выше На слайде представлена схема дезинтегратора ДЗ-630 В корпусе 1 машины вращаются в разных направлениях диски 6 и 7, посаженные на ступице 4 и 5 На каждом диске закреплены по трём концентрическим рядам рабочие штифты 8 диаметром 10 мм изготовлены из износоустойчивых марок стали На обоих дисках размещено всего по 200 рабочих штифтов В рабочем положении каждый ряд штифтов расположенных по окружности одного диска входит в промежуток между штифтами расположенными по концентрическим окружностям другого диска Ступица правого диска посажена непосредственно на вал электродвигателя 27 Ступица левого диска посажена на вал, который приводится во вращение через муфту от самостоятельного электродвигателя На рисунке не показан Вал вращается в подшипниках качения и имеет уплотнение, предотвращающее выделение пыли в помещении от измельчаемого продукта Левая крышка 3 крепится к корпусу винтами Правая крышка 2 соединена с корпусом шарнирно и может открываться, поворачиваясь вокруг оси 29 В закрытом состоянии к крышке прикрепляются к корпусу откидными болтами Место соприкосновения крышки с корпусом дробилки уплотнено резиновой прокладкой 34 Фланцевый электродвигатель 27 мощностью 30 кВт и частотой вращения 2940 оборотов в минуту крепится болтами к правой крышке и вместе с ней отводится при ее открывании Зерно, подлежащее измельчению, дозируют в приемный раструб, по которому оно самотеком перемещается к центральной части левой ступицы Проходит между выступами, несущими левый диск, и попадает в зону измельчения Под ударным воздействием вращающихся с большой скоростью штифтов зерно измельчается и через нижний раструб корпуса выводится из машины К фланцу крепится магнитный сепаратор на рисунке не показан для улавливания металлических примесей Вы можете ознакомиться с конструкцией магнитных сепараторов, пройдя по ссылке в описании или в подсказках Производительность представленного на слайде дезинтегратора составляет 1,5 тонны в час При влажности измельчаемого продукта 6-8% размер измельченных частиц 100-200 мкм Дисмембратор D640 предназначен для тонкого измельчения слабо агрегированных материалов Принцип работы дисмембратора имеет много общего с дезинтегратором Измельчение материала в нем осуществляется также ударным воздействием рабочих штифтов, укрепленных на дисках Отличие состоит в том, что у дисмембратора только один вращающийся от электродвигателя диск Второй диск с рабочими штифтами неподвижно закреплен на открывающейся крышке 5 Увеличение относительной скорости рабочих штифтов достигается путем применения редуктора для увеличения числа оборотов вращающегося диска Шнековый дозатор 3 обеспечивает равномерное поступление материала в рабочую зону дисмембратора К патрубку, подводящему материал в машину, прикреплен магнитный сепаратор 6 для улавливания металлических примесей Тепло от рабочих органов машины отводится водой, которую подают через коллектор 7 Техническая характеристика дисмембратора D640 представлена на слайде Высокая степень измельчения зерна дисмембраторами и дезинтеграторами дает возможность производить его разваривание при пониженных температурах 110-115 градусов Цельсия, что позволяет снизить потери крахмала при разваривании, а также уменьшить расход пара на процесс Влияние характеристики дисмембратора на степень измельчения зерна Изучая процесс измельчения зерна в дисмембраторе, удалось установить ряд закономерностей степени измельчения зерна От характеристики дисмембратора Выявить оптимальные режимы работы дисмембратора На слайде Слева Представлен график динамики изменения остатка на сите номер 1 То есть сите с диаметром ячейки 1 мм Зерна, измельченного в дисмембраторе при окружной скорости рабочего диска от 58 до 122 метров в секунду Как видно из графика, минимальный остаток на сите номер 1 для рыжи и пшеницы получен 2-3% при окружной скорости диска 100 метров в секунду А для овса соответственно 7-8% при окружной скорости диска 122 метров в секунду Рисунок справа иллюстрирует зависимость степени измельчения остаток на сите номер 1 от производительности дисмембратора при окружной скорости рабочих дисков 100 метров в секунду Наиболее устойчивое танино измельчение при размалывании ржи При измельчении овса остаток на сите номер 1 с увеличением производительности от 200 до 1000 кг в час резко возрастает с 6 до 16% График зависимости удельного расхода электроэнергии и степени измельчения пшеницы от производительности дисмембратора при окружной скорости диска 100 метров в секунду представлен на слайде график слева Из графика видно, что при измельчении пшеницы с увеличением производительности остаток на сите увеличивается, а удельный расход электроэнергии уменьшается с 34,5 кВт-час на тонну при производительности 200 кг в час до 12,5 кВт-час на тонну при производительности 1000 кг в час Это объясняется большим расходом энергии на холостой ход машины, являющейся составляющей удельного расхода энергии на единицу продукции По материалам других опытов построен график зависимости удельного расхода электроэнергии на измельчение от производительности дисмембратора при окружных скоростях диска 100 и 122 метра в секунду для пшеницы и ржи Смотри рисунок справа на слайде При нагрузках 100-200 кг в час удельный расход электроэнергии составляет от 50 до 70 кВт-час на тонну Такой режим невыгоден По мере увеличения производительности машины удельный расход электроэнергии снижается и при производительности 1200 кг в час составляет 15-18 кВт-час на тонну При этом расход электроэнергии на измельчение пшеницы существенно не отличается от расхода электроэнергии на измельчение ржи С увеличением окружной скорости диска со 100 до 122 метров в секунду удельный расход электроэнергии на измельчение злаковых культур возрастает Так при производительности 1200 кг в час удельный расход электроэнергии на измельчение ржи возрастает с 10 до 16 кВт-час на тонну или на 60% Следовательно, в целях экономии электроэнергии измельчение злаковых культур при заданной и достигнутой тонине измельчения должно производиться при пониженной скорости ротора машины По результатам проведенных опытов по тонкому измельчению ржи и пшеницы в дисмембраторе с зубчатыми мелющими телами были получены высокая степень измельчения зерна за один проход Результаты измельчения представлены в таблице на слайде